всем приветики очень редко бываю в прямом эфире и так сложилось что в день рождения мужа вместо того чтобы быть с мужем я в прямом эфире на самом деле дима просто уехал на какую-то съемку для оон и скоро должен приехать а я с двумя детьми дома лола почему-то спала только в эрго как только я попыталась ее приложить эзерга давид чихнул и она сразу же проснулась давид играет короче мне время чтобы чуть-чуть побыть прямом эфире ритка скажи привет ты чебуречек чиполинистая маленькая девчонка хорошенькая хорошенькая малышка волка смешнючая приветики кто карабкается кто спать не захотел коза коза ты маленькая спасибо большое это сова маленькие вещи отдаю девочки которая собирает вещи и потом возит в детдома вот я сама просто была в доме администрации и поняла что морально больше не выдержу поэтому сама туда не хочу есть слишком для меня тяжелая энергетика поэтому я лучше через кого-то это делаю да девочка я родилась в харькове да ты радуешься и скажи привет всем к фруктоидению отношусь очень положительно потому что считаю это в принципе видовой пищи человека но все нужно делать грамотно спасибо большое лолочка уже ест все но естественно кроме мяса и вообще какой-либо животной пищи да фрукты овощи каши и в том числе и термически обработанные кушает вчера мы были в шоке потому что волос ела за один присест просто за раз целый банан кусочек яблока и половинку хлебушка хорошего давай зайка открывай и толкай сыночек нажимай и толкай малыш и толкай нажимай толкай вверху толкай толкай вперед дает научился открывать дверь на себя а от себя не умеет сейчас котенок я тебя открою сейчас малыш открывай зайчик ничего что никак не научишься сохрани двое детей молочница новорожденных думаю что она случается реже чем ставят этот диагноз потому что у меня у волы был белый язычок и мне весь инстаграм первые два месяца и нормальная связь картинка качество все окей потому что у меня что-то пускает короче все писали что у нее молочница а у нее просто был налетик на язычке ну тогда налетик на язычке налетик на язычке да скажи всем привет привет скажи ставьте нам лайки ставьте нам лайки ты фушистик? да привет ребята с давидом я водила привет ребята говорит молодец не совсем по сегодняшним моим ощущениям и знаниям водила прикол в этот момент у меня были другие знания другая информация но все равно более-менее адекватно в принципе я начинала им его кормить фруктиками где-то в 5-5 месяцев начала давать ему ну как у него очень сильный такой пищевой интерес появился фрукты и овощи обсасывать вон прям арбузик дыньку мы как раз на кипре были вот просто обсасывал на что получалось есть то и ел получается а потом где-то уже в 6-6 с половиной что ну какие-то кашки начала ему давать ну потом потихоньку и мясо начала давать честно говоря где-то с года по моему уже с 9 месяцев какую-то рыбку я начала давать я уже не помню честно говоря ну в общем не так я делала пюрешки достаточно часто вот и по-честному иногда даже я давидику давала покупные пюрешки но не из баночек а вот эти которые высасываются на то редко было вот слово я сейчас вообще очень против я недавно писала просто прикорме который вызвал как обычно бурю негодования у людей путь которых почему-то очень беспокоит питание моих детей короче говоря лола сейчас кушает сама причем она может спокойно я кладу в рот ягоду потому что у нее только два нижних зуба она может полностью съесть эту ягоду она может откусить что-то она может кусать банан она никогда не давится она может там чуть и как бы это выкашлять выплюнуть обратно так чтобы сильно давиться или задыхаться никогда такого не бывает кашки она кушает прямо очень сильно ей нравится я да противник вакцинации но это как бы мое решение относительно моих детей я лолу ничего не учила на самом деле я считаю что как бы в принципе здорово рожденный ребенок при правильном вообще быте уходе за ним он развивается как бы плюс минус так же у меня давид честно говоря я думала что у меня лола хорошо развивается но потом я посмотрела как давидик развивался и поняла что он даже быстрее начал ползать и быстрее там по лестнице подниматься и так далее от любых вакцин можно отказаться но мне повезло мне не пришлось отказываться от пцж в плане давида поскольку тогда не было вакцины в украине которая нужна мне просто сказали извините ее нет когда-нибудь потом и слава богу мне не пришлось просто оправдываться а лолу я рожала дома поэтому просто тоже никак не перед кем было брови делала т.лаб называется здесь комфорт-ауне а девочка очень классно очень классный мастер нет на веганском питании у меня не совсем веганское питание я бы сказала потому что я и на пропадает эфир напишите мне кто-нибудь какое качество эфира вообще я там рыбу и морепродукты иногда и вообще слышно ли меня потому что дети кричат поскольку если я не ем рыбы и морепродуктов я чувствую что у меня меньше молока и поэтому пока я на грудном вскармливание решила сильно не менять свое питание это неправильно тем более что я не знаю почему зависает у меня интернет хорошей а повлияло